Соединение округа, укомплектованных как солдатами-срочниками, так и контрактниками. Руководит комиссии начальник главного управления боевой подготовки вооруженных сил генерал-лейтенант Владимир Шаманов. Накануне, как сообщает пресс-служба округа, он прибыл в Читу, при этом работать проверяющая комиссия будет сразу в нескольких регионах. Готовы ли к проверке новосибирские военные, проверял Алексей Кудинов, побывавший сегодня на Шиловском полигоне. С утра на Шиловском полигоне тренируются представители разных родов войск. Танкисты, недавно пришедшие из учебных частей, готовятся к важному событию – первым настоящим стрельбам штатными боеприпасами. Причем допустят к стрельбе не всех. Для начала нужно сдать упражнения по огневой подготовке. Офицеры, командиры танков, наводчики должны также показать знания матчасти и техники безопасности. Только после этого специальная оценочная комиссия составляет акт на допуск всех сдавших нормативы к боевым стрельбам. Я скажу честно, среди личного состава, основного, которые прибыли осенью с учебных подразделений, есть такие, которые не справились. Но мы проверим их еще раз, дадим возможность. Я думаю, что они справятся. Ну, дисциплинарного воздействия, наверное, не будем предпринимать. А вот на собраниях, на общих, на подведении итогов при постановке задач, при информировании на эти вопросы, будет, конечно же, уделено внимание. Молодые танкисты готовятся к первым боевым стрельбам не только в поле, но и в помещении. Сдают нормативы по сборке-разборке автоматов и пулеметов. В нужные секунды, как правило, укладываются. Но под прицелом камеры немного волнуются. Готов. А линия готова. Готов. Пока танкисты готовятся к первым боевым стрельбам, мотострелки ждут крупномасштабных учений. Расквартированное в Новосибирске соединение вскоре отправится на полигон, который находится в районе Читы. Поэтому 50% учебного времени мотострелки проводят на полигоне. Сейчас отрабатывают действия в составе малых групп. Взвод на марше, в разведке, в обороне, в наступлении. Отрабатываются множество нюансов. Много внимания работе таких маленьких воинских групп стало уделяться в последнее время, когда армию целенаправленно стали готовить не столько к масштабным войнам, сколько к локальным конфликтам. Больше внимания уделяется теме такой, как взвод наступления, вернее взвод, бой в городе. И при проведении занятий по таким темам, как взвод наступления в обороне, действие взвода происходит в составе боевых групп. То есть маневренная группа, группа огневой поддержки. На практике каждый солдат, командир отделения, сержант, офицер выполняет свою задачу. Солдат тренируется, учится наступать, сержант командовать. Командир взвода, командир роты управляет своими подразделениями, взводом роты. Как сообщает служба общественных связей СИБО, комиссия Главного управления боевой подготовки вооруженных сил будет работать в нескольких регионах Сибири. Будут ли проверять подразделения, которые сейчас учатся на Шиловском полигоне, пока неизвестно. Ясно лишь, что работа комиссии продлится до середины февраля. Алексей Кудинов, Павел Мирожников.